привет подписчики с вами сварщик с кубани сегодня видос буду учить вас варить электродами у они две пластины зазором есть два способа как их варить сегодня я вам покажу вот ну и скоро будет новый сварочный аппарат недельки через две сейчас решаем вопрос доставкой вы всегда говорите мне чего покупают что ты покупаешь дешевый сварочный аппарат аппараты да то есть возьми хоть один нормальный ну решил я купить такой аппаратик подороже короче за 15 косарей купил вот такой аппарат смотрите вот и теперь осталось его дождаться и начнем испытывать проверим сколько он выдает ампер действительно ли он профессиональный ну по нему уже видно реально что он профессиональных потому что он весит 8 килограмм соответственно наверняка там трехэтажная трехэтажка плата до трехэтажная значит там большие радиаторы охлаждения вот значит он не будет защиту ходить то есть реально профессиональный аппарат единственное дождемся посмотрим какая у него дуга на что он способен понятно на все просто интересно теперь какая у него дуга мягенькая мягенькая как она работает вот ждем эту посылочку но сейчас будем варить две пластины с зазором сварочного аппарата в него не он кстати подорожал уже в цене почему по объясню потому что он идет как под профессиональный сварочный аппарат неон 160 vd 160 163 он идет уже как профессиональный аппарат так как у него большие радиаторы охлаждения в защиту не заходит чем разница от этих радиаторов до охлаждения сейчас я вам покажу на шильдиках на сварочных аппаратах чтобы вы немножко понимали как бы для дома если вы собираетесь просто варить заборчики калиточки в сарайчики такие аппараты не нужны с большим радиатором охлаждения они ну ни к чему потому что там и простенького аппарата хватит с маленьким радиатором он не будет заходить защиту а там где когда вы работаете целый день об сварочным аппаратом обязательно нужно чтобы были хорошие радиаторы охлаждения чтобы охлаждался аппарат нормально не заходил защиту ну и соответственно прослужил большее время так как он меньше будет греться вот поехали смотрим на шильдики я вам сейчас покажу в чем все все таки разница в этих радиаторах охлаждения до чтобы немножко понимали поехали возьмем пример вот эти два красавца до или печь а из 160 д то есть дисплеем да у меня старая модель сейчас уже идут новые модели с цветным дисплеем здесь цветной дисплей и ручки стоят это я сам ставила так вообще и ручки стоят на них вот ну и фубакир 160 для сравнения вот возьмем два этих аппарата я вам расскажу в чем же разница в радиаторах охлаждения еще раз повторю как бы я много раз вам об этом говорю то есть если вы работаете со сварочным аппаратом непрерывно долго очень да то такие аппараты то есть они не подойдут они не подойдут потому что у них маленькие радиаторы охлаждения они быстро будут перегреваться будет заходить защиту в итоге выйдет из строя вот здесь пишут у нас сколько ну 124 ампера будет работать без перегрева это ложь короче потому что тут всего 100 ампер вот в этом аппаратике хороший аппаратик ну я же объясняю то есть для дома да там калиточку подварить заборчик поставить это отличная вещь короче такие вот аппаратский или вот такой вот например да или вот такой например это подарок подписчика фубак и на какой у нас таким 120 днем всего 80 ампер вот 80 ампер сколько он будет работать без перегрева четыре с половиной минуты будет на полную мощность работать и без перегрева на 55 амперов то есть ну грубо говоря крутилка на пополам то есть радиатор охлаждения маленький сам сварочник тоже маленький да кстати какой подписчик подарил написано вот города туапсе юрий подарил мне этот сварочный аппарат спасибо ему большое красивый маленький удобный 80 ампер то есть для работы с электродом два с половиной миллиметра так ну в чем же разница да то есть эти аппараты в такие вот бытовые аппараты их продают для того чтобы работать но не профессионально заниматься какими-то домашними сварочными делами понятно для этих целей продают вот такие вот дешевенькие сварочные аппараты те которые уже немножко подороже эти уже аппараты можно использовать в мастерских то есть в непрерывной работе но опять же чтобы он там не то что там непрерывной работе а так чтобы скрутилочка была всегда с запасом и все остальное вот такие вот аппаратики вот опять же вот смотрите я говорил что или ты чем тяжелее до тяжелее чем фубок хоть и фубок по размеру больше да вот фубок подымаю или печи чувствуется разница то что в весе до примерно грамм 600 700 разница в весе есть в чем в чем дело да дело в том что вы лететь сварочном аппарате стоит большие радиаторы охлаждения то есть он меньше будет заходить защиту я вам об этом говорил а теперь смотрим а теперь смотрим на шильдик и он подтверждает мои слова смотрите не видно радиаторы охлаждения какие там стоят не видно вот смотрите подтверждает мои слова сто процентов без перегрева будет варить на 142 амперах то есть ставим 142 ампера на этом сварочном аппарате и он будет варить без перегрева а теперь смотрим на фубок смотрите а здесь у нас сто процентов будет варить на 100 амперах всего лишь на 100 амперах то есть здесь видите да то есть без перегрева фубок будет работать на 100 амперах а этот аппарат будет без перегрева работать на 140 амперах чувствуете разницу да то есть этим аппаратом можно работать четверкой и он в защиту не будет уходить а этим аппаратом только тройкой чтобы он защиту не уходил вот поэтому и разница такая в весе что здесь радиаторы охлаждения гораздо больше вот сегодня мы будем говорить сварочным аппаратом не он 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 по весу примерно такой же как или течь даже может тяжелее потому что это аппарат уже профессиональный сколько он работает без перегрева давайте посмотрим так вот смотрите 125 ампер без перегрева будет работать этот сварочный аппарат 125 ампер это уже тоже можно работать четверкой как бы да но но как бы четверочкой но не постоянно то есть если сварочным аппаратом или течь можно работать постоянно четверочка и без перегрева то этот сварочный аппарат не он не постоянно когда-то зайдет защиту то есть 125 ампер это в принципе для четверки как бы нормально ну а где-то если толстые металлы варить то уже защиту может изойти стали они стоят 14 тысяч рублей такие аппараты него когда-то я его купил за 7000 сейчас он стоит 14 тысяч уже спору нет аппарат конечно хороший все к все работает все функции антистик hot star форсаж дуги все работает все присутствует аппарат неубиваемый то есть один раз купили и забыли вот сегодня мы ним и поварим дугу как раз его покажу еще раз до ручку это я уже сам ему приделал он без ручки идет аппарат шикарный то есть я вам говорю 160 ампер это самое то что нужно сварочном аппарате для шабашек по дому там все остальное не нужно брать больше не переплачивать и день вот вы поняли да в чем суть радиатор охлаждения то есть вот здесь в этом сварочном аппарате давайте посмотрим aurora когда один из любимых моих аппаратов я уже блин я уже удалил на нем шильдик стерся уже можно было посмотреть тоже но вы поняли да то есть чем прикол чем тяжелее сварочный аппарат тем дольше он будет работать без перегрева соответственно если аппарат не перегревается значит он дольше служит поехали варить подготовил пластины толщина пластины 5 миллиметров и 4 миллиметра две пластинки зазор поставил так побольше то есть электродами будем сваривать его не 1355 3 миллиметра они 1355 3 миллиметра отличные электроды зазор видите да электрод проваливается где-то 4 миллиметра зазор вот такие случаи частенько бывают частенько бывают сразу поставлю ампер плохо видно вот ну где-то для начала я поставлю 100 ампер стопе затем я буду одной рукой как бы держать на крутилке и выравнивать себе ток какой мне нужен да вот а потом в конце когда я заварю это все через стекло покажу вам как заварю это все я покажу сколько мне нужно было ампер чем прикол как варить что я буду делать да рассказывай как бы для начинающих смотрите когда вот такой большой зазор до заварить нужно что нужно делать берете и проходите беглым швом называется беглый шов вот таким макаром по прям в зазоре прям зазоре вот так вот прошлись пробежались я покажу сейчас как пробежались вот так вперед-назад то есть движение электрода будут вот такие вперед-назад вперед-назад называется беглый шов пробежались как-то звукова как получится то есть главное засрать вот этот вот зазорчик понятно да не обязательно чтоб тут шовчик прям был просто как-нибудь засрите его короче вот этот зазорчик и все потом смело можете уже варить вот так вот елочкой да например смело влево вправо елочкой облицовывать и уже шовчик ваш а когда такой зазор новичку как бы трудно да будет потому что проваливаться будет до два края необычно быстрее всего начинают плавится и и будет прогар короче провал для того чтобы этого не было вы просто взяли вот так беглым швом пробежались по этому зазорчик у засрали его да допустим просто там накидали туда металла как-нибудь а потом уже смело просто берете как по обычному металлу ведете полумесяцем и налаживаете облицовочный шов и так поехали я сейчас вам покажу потом посмотрим сколько мне нужно было ампер для того чтобы заварить такой вот шов поехали я прокомментирую потому что плохо видно вот электрод примерно на 60 ампер короче троечку до 60 ампер троечка вот и потихонечку небольшими такими движениями вперед назад небольшими движениями буквально назад мы отходим миллиметров на 5 и возвращаемся миллим миллиметров на пять и возвращаемся вот если топ большой то мили жетта миллиметров на 10 возвращаемся и назад понятно да назад 10 миллиметров и куда-сюда вот 10 миллиметров короче вот это вот расстояние до вперед назад если ток большой если нормальный ток то примерно 5 миллиметров вот движениями вперед назад мы потихонечку заполняем этот зазорчик вот такой шовчик получился у нас беглый смотрите видно да вот теперь вы просто пробежались вперед назад вы видели как я это делал вперед назад на 60 амперах троечкой вперед назад все я заполнил этот зазор а теперь просто смело беру и облицовываю его и все будет классно давайте посмотрим на облицовочку как варит сварочный аппарат неон облицовочку давайте посмотрим вместе с вами плохо видно не за того что стекло плохое плохо видно из-за того что подсветку я не дал на сам сварочную ванну смотрите какие движения небольшие влево вправо елочка не полумесяцем полумесяцем влево вправо но быстро вожу видите немедленно быстро вожу влево вправо вот середине электрод вообще не задерживаем лево вправо влево вправо можно это 90 ампер стоит можно 100 поставить движение будут вообще такие мизерные просто электрод держим и все он и он облицовывает следующий раз я постараюсь чтобы хорошо было видно сварочную ванну да кстати ширина сварочной ванны один сантиметр примерно на троечку мне нужно было 91 ампер 90 ампер до вот 90 ампер мне нужно было чтобы сварить вот этот облицовочный шов тройкой коньками вот давайте посмотрим что у нас здесь получилось сейчас он остынет интересные моменты шов начинают сам отстреливаться остывает и отстреливается вот я думаю можно его уже шлак убрать такой шов сейчас но конечно надо светофильтр купить через стекло не очень видно да сварочную ванну но все равно вы понимаете смысл да что надо делать сейчас я подсветку включу вот такой вот сварочный шов чик получился на 90 амперах вот столько ампер стояла 91 можно было немножко больше но и вводить надо быстрее то есть вы поняли да как это все делать если большой зазор вы прошлись беглым швом беглым швом по зазору не важно как вы его там заплавите лишь бы его засрать как-то понимаете да и сверху уже просто облицовочный положили все вот и все дела ставим лайки подписываемся на канал ждем новое видео скоро новый сварочный аппарат bars profi arc 187t проверим этот аппарат в деле туда дальше я может на этот аппарат поставлю культ управления то есть я его купил уже чисто сделать его под профессиональные работы проверим чина на чем способен я думаю там все шикарно будет очень посмотрим ну все пока ставим лайки не забываем а и 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